Эта неделя началась с трагического события. Во время пожара на Мира-116 погиб 4-летний мальчик. Бабушка на несколько минут выжила в магазин, но этого хватило, чтобы огонь отнял у неё самое дорогое. Ещё один роковой пожар случился в эту среду в саду номер 5. Дачный домик вспыхнул, когда пенсионер помогал хозяину дома чинить телевизор. Хозяин выжил, а вот его сосед погиб. Мужчине было 60. Очагом возгорания могла стать и огромная свалка в Чкалово, которая была рассадником крыс и пристанищем бродячих собак. Обслуживающая компания на протяжении месяца практически не вывозила мусор. Однако сразу после выхода нашего сюжета гору отходов убрали и поставили дополнительные баки. На этой неделе прошли публичные слушания в Уссоле и Орле по поводу объединения Березняков и Уссольского района. Помимо Уссоли в состав нашего города войдут ещё 73 населённых пункта. Их статус не поменяется и названия останутся прежними. По мнению главы Березняков, слияние решит вопрос недостатка земель для строительства, а также даст выход камень, что важно для предприятий. Слушания в Березняках пройдут 22 мая. Наша земля славится сильными людьми. Через пару недель пятикратный чемпион мира по паре Тэквондо Владислав Крич-Фалуший отправится в Болгарию, чтобы защитить честь нашей страны. 8 июня там пройдёт чемпионат мира. Наш Влад вновь схлестнётся в решающей схватке со своим давним соперником из Марокко. Пожелаем нашему земляку удачи. В парке культуры и отдыха развернулось строительство верёвочного городка. В нём предусмотрено три трассы различной сложности. Аттракцион откроется уже в июне. Итоги недели подвела Евгения Кокшарова. Новости на ТНТ. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова